Коронавирусная ситуация в Израиле не улучшается. Показатели, которые выводили страну на первые места в мире, остаются дальше и дальше позади. Цифры говорят сами за себя. Впервые за последние четыре месяца число зараженных коронавирусом в Израиле приблизилось к отметке в полторы тысячи человек в сутки. Специалисты прогнозируют достижение показателя в две тысячи новых случаев уже в начале следующей недели и дальнейший суточный прирост. Вот какова динамика начала и середины минувшей недели. 17 июля 1117 человек. 18 июля 430 человек. 19 июля 829 человек. 20 июля 1372 человека. 18 июля 19 июля период поста 9 ава, когда анализы были резко сокращены. Данные Минздрава Израиля свидетельствуют об увеличении доли положительных анализов на коронавирус. 17 июля 1,47%. 18 июля 1,71%. 19 июля 1,86%. Число больных, которым требуется госпитализация, не растет, а даже немного убывает. Также падает количество тяжелобольных, больных в критическом состоянии и пациентов, подключенных к КВЛ. Почти не увеличилось за последние дни и число летальных исходов. Массовая вакцинация помогает противостоять новой болезни. Привитые люди, а их в стране уже под 6 миллионов, либо не заболевают, либо болеют не тяжело. Подавляющее большинство заразившихся в июле – это израильтяне, не прошедшую вакцинацию и дети. Минздрав разрешил больничным кассам вакцинировать граждан третьей дозой. Ее будут вводить только лицам с ослабленным иммунитетом. После переговоров между представителями Министерства здравоохранения и фирмой Pfizer, а также личных бесед между премьером Нафтали Беннетом и генеральным директором фармкомпании Альбертом Бурлой, заключено соглашение о новой партии из нескольких десятков тысяч порций вакцины. Поставка второй, более крупной партии, должна состояться в октябре.